В Дагомысской школе особенных учеников, как их называют педагоги, обучается 75. Некоторые из них занимаются дистанционно, помогает им в этом специальная программа – телешкола. Она позволяет давать задания и проверять их выполнение по интернету. Педагог советует материалы, которые помогут справиться с выполнением работы. Я могу использовать и наглядность определенную. Более того, у ребенка выполненные работы по окружающему миру, по ИЗО, по технологии. Он их сканирует, потому что все, что вы видите у меня, есть точно так же у ребенка. У него есть обязательно сканер, у него есть специальный фотоаппарат. Он фотографирует свою работу, сканирует и меня отправляет на проверку. И мы с ним обговариваем детали, как он это все выполнял, что удалось, а что нет. Самих же коррекционных классов в школе 7. Программа обучения отличается от общеобразовательной. У некоторых учеников слабый слух, а кто-то плохо видит. В школе созданы все условия для нормального обучающего процесса. В каждом классе есть игровая зона, где дети прямо во время уроков могут позаниматься с развивающими игрушками. Идет психологическое сопровождение. Когда мы обследуем детей, выявляем какие-то проблемы, оказываем им помощь в решении этих проблем, ведем дополнительные занятия на развитие их личности. Это дети с особыми возможностями здоровья. Поэтому им нужен постоянный контроль, сопровождение и занятия с этими детками. Не только мои, но и наших высокопрофессиональных педагогов. Одно из излюбленных занятий учеников коррекционных классов – кружок робототехники. В нем они занимаются со своими сверстниками из обычных классов. Совместная работа над моделированием и программированием роботов дала свои плоды. Ребята заняли первое место на городском конкурсе робототехники. Обычные коррекционные классы в школе никто не разделяет. Все ученики наравне участвуют в жизни школы. Поскольку обучение для таких деток в нашей школе уже строится давно, то сказать о том, что они чувствуют себя несколько по иному в учреждении нельзя. Они также участвуют абсолютно во всех мероприятиях внутри школы и за пределами школы. То есть в районах и городских мероприятиях. Мы не ставим разницу между детьми классов коррекции и детьми в общеобразовательных классах. К ним относятся абсолютно на равных, несмотря на то, что каждый понимает, что у этих деток есть какие-то особенности в развитии. Как физического характера, так и психологического. Благодаря усиленной и кропотливой работе всего педагогического состава школы и поддержке своих сверстников, ученики коррекционных групп уже к 9 классу полностью социализируются и даже показывают неплохие результаты на итоговой аттестации. Есть и примеры, когда ребята продолжают обучение в выпускных классах. Один из таких ученик 10-го Б. Разми Геваркян. До 9 класса учился в коррекционном классе. Признается, после окончания школы ему не хватало друзей. Решил вернуться и попробовать учиться дальше. Не забывает и о своей первой учительнице и навещает ее. Марет Кощенко в свою очередь следит за Размиком до сих пор. А главное верит, что у него все получится. Я не знаю, когда я в 9 классе закончил 9 класс, ну учелся в школу, как-то все равно в школу хотелось. Потому что все пацаны здесь, целый день стояли, разговаривали. Ну как бы... Комфортно у нас в школе, правда? В школе комфортно. Ну учителя и дети друг друга знают. Да, ну всех знаем, как бы, ну... Так тоже целый день гулял, когда с 9-го ушел. А так хоть в школе что-то делал, учусь. На достигнутом педагогический состав 82-й школы останавливаться не собирается и постоянно улучшает имеющиеся и создает новые обучающие программы. Их опытом уже активно интересуются учебные заведения со всего края. Игорь Кырпа, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.